МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Прием граждан осуществил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Работа с детьми, которые имеют особенности в развитии, мне кажется, это то, что нам сегодня необходимо. В Ленинском районе подвели итоги благотворительной акции «Я волшебник». Более 400 людей в рамках акции получили подарки. Мозговой штурм – интеллектуальная игра в Центральной библиотеке. Я решила объединить людей разных возрастов и вообще разного социального слоя, потому что мне интересно, как они будут думать. Депутатский прием в городе Видное провел Вячеслав Фетисов. Один раз в месяц у жителей Ленинского района есть возможность обратиться со своими вопросами к депутату Государственной Думы, который встречается с населением в своей общественной приемной. Какие темы волновали людей в этот раз, узнала наш корреспондент Юлия Погасьян. Одни подумают, что напрямую обратиться к депутату Государственной Думы невозможно, а другие придут в общественную приемную, как сегодня поступила я, и получат возможность пообщаться с Вячеславом Фетисовым. Предварительная запись не обязательно, но если Вячеслав Александрович будет заранее ознакомлен с вашим вопросом, у него будет больше времени, чтобы оказать вам компетентную помощь. На прием в город Видное депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов приезжает ежемесячно. Просьбы, с которыми граждане приходят к народному избраннику, абсолютно разные. На каждую проблему он реагирует с полной отдачей, внимательно выслушивает людей и всячески старается им помочь. Волонтер Ольга Вавилова пришла на встречу, чтобы попросить поддержки в предоставлении помещения для ее благотворительного центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. Работа с детьми, которые имеют особенности в развитии, мне кажется, это то, что нам сегодня необходимо. Здесь, конечно, я окажу всю поддержку необходимую для того, чтобы эта тема была озвучена, она приобрела уже системный характер. Традиционно на приемах депутата Госдумы присутствует глава Ленинского района, для того, чтобы каждый вопрос нашел отклик и скорее решился. Так получилось и с жителями деревни Суханово, у которых возник конфликт с представителями потребительского кооператива. Организованные преступные группы вымогают у людей деньги на пустом месте. Люди вынуждены продавать дома, компенсировать им какие-то проголосованные им расходы. Никаких документов они не предоставляют. Мне вообще, я сказала, что не дают ничего. Я не знаю, никакие там бюджеты. Мне только счета. Валерий Венцель взял этот вопрос под личный контроль. Посещают жители Ленинского района приемы депутата и с целью отблагодарить за помощь в решении задач. Директор Центра социального обслуживания «Вера» пришел не с пустыми руками. Он вручил Вячеславу Александровичу и Валерию Николаевичу благодарственные письма за участие в акции «Я волшебник». Благодарственное письмо за то, что вы стали таким примером, первым человеком, который поддержал акцию. И действительно результаты они не заставили долго себя ждать. Также, Валерий Николаевич, все-таки разрешите вам наши слова благодарности. Сегодня прием посетило пять человек. Если вы хотите встретиться с Вячеславом Фетисовым, все же лучше записаться заранее. Помимо личного приема, народному избраннику можно направлять письма на электронную почту. Юлия Погасян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ. В Ленинском районе подвели итоги благотворительной акции «Я волшебник». В ее рамках как рядовые граждане, так и организации могли предоставить адресную помощь для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и граждан пожилого возраста. Финал акции благодаря одному из меценатов получился весьма эффектным. Подробности в сюжете Максима Козлова. Благотворительная акция «Я волшебник», проходившая в течение двух последних месяцев, действительно показала, что чудеса возможны. Одно из них – появление нового аппарата в отделении реабилитации социального центра «Вера». И вот пошел процесс. Сейчас все не надо. Вот пошел процесс. Набранные токи низко, частотно-аблитудные частоты постоянные, 0,14 микроампер. Ольга Кистол – человек непубличный. Перед камерой заметно нервничает. Но оказалось, это именно она приобрела для центра «Вера» современный медицинский прибор. А вместе с ним – моющий пылесос и триммер. Мы встретились с руководителем центра «Вера». У меня не было понимания, что нужно, что нужно, что необходимо для деток. Его совет, рекомендация привела меня к тому, что необходимо приобрести аппарат медицинский, также необходимое оборудование для уборки территории как снаружи, так и в самом реабилитационном центре. Помимо приобретения медицинского аппарата, Ольга оплатила и обучение специалистов в Санкт-Петербурге. Эта небольшая коробочка с проводами станет хорошим подспорьем для реабилитационного центра, так как помогает в борьбе со многими недугами. Поражение центральной нервной системы, заболевание шизофрении, эписиндром, проблемы спинного мозга – все это направлено на работа этого прибора. Прибор микро-реамет, микрополяризация называется. Акция «Я волшебник» получила большой общественный резонанс. В ней приняли участие неравнодушные граждане, общественные и коммерческие организации, депутаты. А новогодние подарки детям с ограниченными возможностями здоровья вручал советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган. Мы шли с хорошим настроением именно в центр, реабилитационный центр. И встретили Деда Мороза. Дед Мороз нам передал подарки и попросил, чтобы мы поздравили детей. Акция стартовала в Ленинском районе, но приобрела областной масштаб. Часть подарков, полученных в ходе мероприятия, была отправлена в Подмосковное Пущино, где их получили те, кому они необходимы. В ходе благотворительного марафона было собрано более 600 различных наименований товаров на общую сумму порядка полумиллиона рублей. Это и билеты в кинотеатр, это билеты в театр, это и бесплатное посещение парковых зон, аттракционов, здесь также и продуктовые наборы, ценные подарки, это и планшеты, мобильные, телефоны. То есть мы говорим о том, что более 400 людей в рамках акции получили подарки. Акция «Я волшебник» будет продолжена и в 2019 году. Организаторы планируют, что полученный опыт позволит охватить еще больше тех, кому необходима помощь. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В конце прошлого года глава Ленинского района Валерий Венцель представил транспортную стратегию развития дорог муниципалитета. Один из долгожданных проектов – выезд из 6-го микрорайона на трассу М4 Дон. Когда он будет построен, расскажем в нашем сюжете. В этом году в муниципалитете началась реализация стратегии развития дорог Ленинского района. Как известно, транспортная проблема является одной из наиболее острых. Один из главных проектов, который позволит разгрузить дороги города, видное строительство выезда на федеральную трассу М4 Дон из 6-го микрорайона. В период март-апрель застройщики определят посредством своего тендера генподрядчик, который будет проводить эти работы. И, соответственно, с мая месяца в рамках дорожной карты, которая у нас утверждена и согласована с правительством Московской области, лицами Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, можно будет приступать к работам. Срок организации строительства, проведения работы общества строительных у нас – с мая по ноябрь. Выезд будет построен за счет внебюджетных источников, а именно на средства застройщиков «Брусника» и «Купеленка Девелопмент». С ними подписаны инвестиционные контракты, которые включают в себя социальные обязательства. В рамках реализации соглашения о реализации инвестиционного проекта по инициативе главы Ленинского муниципального района были вписаны ряд социально значимых объектов, таких как детские учреждения на 510 мест общей численностью, строительство школы на 1100 мест, и также было прописано строительство дороги выезда на М4. Как мы видим, в этом направлении пойдет дорога. Минуя круговое движение, у пожарной части автомобилисты смогут выезжать по четырехполосной дороге из густонаселенной части города сразу на трассу, связывающую Видное и Москву. Местные жители слышали о перспективах развития их микрорайона и ждут новый выезд с нетерпением, несмотря на временные трудности в связи с будущим строительством. Потому что выезд только там вообще один, с одной стороны, поэтому такие пробки сплошные, люди стоят с утра до вечера. Поэтому очень важно. Быстрее его построили, честно. Нам очень неудобно один выезд, ну два получается, в сторону Калиновки. Конечно, очень необходим, потому что расстраиваются районы, и люди прибавляются, да, ну как бы машин становится больше. Я тут на маршрутке езжу, мне не нравится, как сейчас выезжать, там, в Москву ехать, а на М4 будет намного лучше, конечно. Очень важно. Вот такое дело, если сделают действительно, город задыхается. Кроме того, будет произведена реконструкция дороги от Ермолина до Калиновки. Ее расширят до 6,5 метров, оборудуют тротуарами и сделают уличное освещение. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В центральной районной библиотеке ученики седьмой школы встретились с редакцией издательского дома «Чудеса и приключения». Ребятам предстояло виртуальное путешествие по страницам детского журнала «Чип», в ходе которого они узнали много нового о животных, странах, путешественниках и нашей планете. Самые любознательные могли поучаствовать в научной викторине и получить призы. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Сегодня у вас необычная встреча. Почему? Потому что у вас в гостях сегодня редакция журнала «Чудеса и приключения». Для многих учеников школа номер 7 знакомство с журналом «Чип» состоялось именно в Видновской библиотеке. Кто-то уже брал «Чудеса и приключения» для детей почитать ранее, а кто-то услышал о них впервые. Для ребят устроили интерактивное путешествие по страницам журнала и рассказали о главных персонажах издания и рубриках. Три главных наших героя. Вот на баннере вы их видите. Это профессор Чипов. Его ученик маленький Чип и у них еще умная собака Чапа. Профессор Чипов у нас в журнале ведет научную страничку. Маленький Чип участвует во всяких приключениях и путешествиях, а собака Чапа ведет страничку «Четыре лапы». Далее школьники узнали много нового о животных, странах, загадочных географических объектах, известных путешественниках и их исследованиях. Самые любознательные и внимательные могли поучаствовать в викторине и получить призы. Я надеюсь, что после этой встречи дети познакомятся с этим журналом, будут принимать активное участие в наших конкурсах и просто читать наш журнал. Потому что он очень интересный и познавательный. Цель нашего журнала – познакомить детей с нашим окружающим миром, привить ему любовь к чтению. Концепция нашего издательского дома состоит в том, чтобы от мала до велика, то есть от ребенка и до взрослого читателя, сохранилась преемственность. Преемственность культурно-познавательная. То есть ребенок, наш детский журнал «Чудеса и приключения детям» рассчитан в основном аудиторией на начальную школу. Когда ребенок приходит в школу, начинает процесс активного чтения, постижения знаний, наш журнал ему помогает. Он может ему помочь готовиться к домашним заданиям. Он открывает для него мир. Там есть интеллектуальные конкурсы, викторины, кроссворды. Встреча получилась действительно интересной и очень познавательной. Зачем Миклуха Маклай поехал в Новую Гвинею? Где находится озеро Бездонное и есть ли у него дно? Обо всем об этом сегодня ребята узнали в Видномской библиотеке. Мне понравилось больше всего Бездонное озеро. Там как погружались люди на 11 километров вниз. Это то, что первые люди увидели рыбу и доказали то, что есть жизнь под водой. Мне понравились персонажи этого журнала «Чипы». Еще мне понравилось, как Маклай путешествовал по миру. Он даже подружился с аборигенами. Игротека, где задания и очень хорошие истории, например, про того же Миклуха Маклая. Очень интересная история. И я узнал, что есть улица в честь этого человека. Что нового сегодня узнал для себя? То, что есть такой журнал. Когда ребята немного подрастут, они смогут продолжить увлекательное путешествие в мир загадок и тайн-вселенной уже на страницах и других журналов издательства. Екатерина Борисова, Владимир Пижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В центральной районной библиотеке состоялась первая интеллектуальная игра «Мозговой штурм». Ее участники, разделенные на команды, отвечали на вопросы и решали логические загадки. В игре приняли участие школьники, студенты, пенсионеры и особенные ребята. По словам автора идеи Марина Андриановой, подобные форматы уже имеют неплохую популярность. Я решила объединить людей разных возрастов и вообще разного социального слоя, потому что мне интересно, как они будут думать, как они будут общаться между собой. Это командная игра. Не важно, кто выиграет, это абсолютно не важно. Мне кажется, что главное, чтобы все получили удовольствие, все были радостны и все пришли на следующую игру. Игровые задания были самыми разными. Командам предстояло письменно ответить на вопросы, найти подвох в логической загадке и посоревноваться в блиц-опросе. Первым участникам мозгового штурма понравился интеллектуальный конкурс не только из-за хорошо проведенного времени, но и своим духом равной спортивной борьбы. На самом деле, наша команда совершенно внезапно решила прийти сегодня сюда, потому что погода не очень. Думаем, вот интересная игра, стоит поучаствовать. И собрались, пришли. Вопрос очень интересный, формат очень интересный, атмосфера дружелюбная. И нам все очень нравится, желаем дальнейших успехов в данном проекте. Ну, соперники действительно сильные. И я считаю, что у нас достаточно сильная тоже команда. Одним из самых активных и эффективных игроков стала Мария Бамбак. От команды школьников она отвечала не только чаще, но и правильнее других. Школьница принимает участие в подобных конкурсах около года. По ее словам, такой вид досуга может помочь ей в будущем. Во-первых, мне очень нравятся мероприятия. Я люблю такие конкурсы, в которых надо участвовать в команде, потому что это развивает чувства, которые тебе всегда пригодятся в жизни. Команду мы собрали просто. Моя классная руководительница, учительница математики, попросила нас поучаствовать на мероприятии. И собрались мы, ученики девятого класса, и ученики седьмого класса. Мозговой штурм будет проводиться в Центральной библиотеке раз в месяц. Желающие сразиться могут подавать индивидуальные и коллективные заявки. Театральная студия «Волшебная страна» продолжает удивлять зрителей своими новыми постановками. В досуговом центре Дроздова юные актеры представили премьеру спектакля под названием «Из дневника одной девицы и другие рассказы», в котором они появились в образах чеховских героинь, а также юмористических персонажей произведений Надежды Теффи. На протяжении десяти лет театральная студия «Волшебная страна» на сцене досугового центра Дроздова ставила разные спектакли – речевые, детские, драматические. Но в этот раз режиссер Анна Асташкина решила показать зрителям комедию. Хотелось сделать какой-то смешной, легкий спектакль. Не в чистом виде это слово «водевиль», нет. А именно вот что-то очень легкое, воздушное. А еще, ну, собственно, в большинстве театральных студий есть глобальная проблема. Там нет мальчиков. У нас эта проблема стоит очень остро. И у нас в студии шесть девочек. Поэтому, собственно, у нас женские истории Чехова и Теффи. Спектакль из дневника одной девицы и другие рассказы состоял из пяти небольших рассказов Антона Чехова и Надежды Теффи. У каждой юной актрисы была задача сыграть двух разных героинь, к созданию образа которых все подошли очень серьезно. Для Алины Кожиной самым сложным оказалось найти подходящее платье и научиться ходить на каблуках. Репетировали вот с сентября самого, каждую репетицию старались более-менее. Роли мы выбирали, как кто сможет сыграть. И каждый пробовал каждую роль. Вот. И кому какая подходила, тот такую выбирал. В тот же вечер, с опасностью для жизни, он перелез через забор и шепнул страстным шутком. Ты должна быть моей. Для Агаты Фроловой занятие в театральной студии – это не просто развлечение, это саморазвитие. Благодаря им она стала совсем другим человеком. Я с помощью этих ролей могу выбросить свои эмоции, которые накопились, не какие-то негативные. Я вспоминаю себя года четыре назад, когда я была гадким утенком и понимаю, что, как бы, дерзко, наверное, это не звучало, я стала прекрасным лебедем. Я не боюсь публики, я не боюсь людей, я могу нормально общаться, у меня поднялась самооценка. Спектакль получился очень веселым и интересным. Зрители смеялись до слез. Вообще классно. Девочки молодцы. И мальчик, который сверху вылез девочкой, вообще классно. Девочки вообще все молодцы. Прям, не знаю, очень непривычно, правда, Чехова слышать, потому что у нас здесь такие более другие спектакли на патриотические темы. Ну, не очень понравилось, прям в восторге. Так что, можно сказать, зрители были покорены. А такие отзывы, конечно же, вдохновят юных актеров на новые, интересные и необычные постановки. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И о погоде. Завтра пройдет мокрый снег. В течение дня и ночью температура в районе нуля градусов. Ветер южный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова